Такая вот традиция оставлять послание потомкам. Записку с подписью губернатора положили в капсулу и вскрыть ее можно будет через 15 лет. Сегодня вокруг котлована нового детского сада собрались почти все жители Окского берега. Самые важные приехали на личном транспорте. В новом микрорайоне под Нижним Новгородом проживает уже больше 10 тысяч человек. И дети дошкольного возраста есть почти в каждой семье. Так что садик был здесь крайне необходим. Район развивается очень быстро, очень хорошо. Поэтому надежда всегда была, что будет. Но не думаешь, что настолько быстро. У меня трое детей, нам обязательно нужен детский сад. Максиму и Артему, близнецам Екатерины, этой зимой, когда детский сад достроят, будет как раз по полтора года. Их старшему брату Вадиму три. Все дружно и пойдут. Называться детский сад будет «Бережок». По проекту садик рассчитан на 240 мест с бассейном кабинетом психологической разгрузки, зимним садом, своим собственным небольшим огородиком, где воспитанники будут выращивать овощи. Проблема с очередностью в детские сады для дошкольников от 3 до 7 лет в Нижегородской области уже решена. За последние годы построено 68 новых дошкольных учреждений и 15 тысяч дополнительных мест. Федеральная программа, которая реализовывалась при помощи средств федерального бюджета у нас в регионе, дала большой стимул в решении проблемы ликвидации очередности в детские сады. И за те годы, пока мы ее реализовывали, было открыто новых более 14 тысяч мест в детских садах. Не так давно мы заложили новый камень в строительство нового детского сада в микрорайоне Бурнаковский. И на днях фактически начали строительство нового детского сада в микрорайоне Окский берег. Это позволит решить такую острую проблему в этих микрорайонах с возможностью устроить ребеночка в детский сад. После окончания федеральной программы Валерий Шанцев принял решение продолжить строительство детских садов в регионе уже за счет областного бюджета. Безусловно, существует ряд проблем и вопросов, которые заставляют нас продолжать строить детские садики. Ну, во-первых, у нас строятся новые микрорайоны. А, естественно, детские сады, они должны быть в пределах пешеходной доступности. Я все наши районы, городские округа настраиваю на это, чтобы своевременно готовили земельные участки, своевременно готовили проектную документацию. Теперь жители Окского берега ждут строительства новой школы. Ксения Доринова, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.